Сегодня в Белгороде подвели итоги благотворительной акции «Доброе дело». Предприниматели в очередной раз стали меценатами для малообеспеченных семей и учреждений соцсферы, помогая подготовиться к 1 сентября. Людмила Столярова продолжит. В семье Вашевых 9 детей. Уже не первый год, в канун Дня знаний, они получают школьные наборы. На этот раз ранец с ученическими принадлежностями и сладкие подарки вручили будущему первокласснику Никите. Нас пригласила школа номер 24 в принятие этой акции для вручения портфеля первокласснику. Портфель – это подсобие для таких семей, поэтому я думаю, что с этим портфелем будут ходить в школу и будут пользоваться своими принадлежностями. Аня Остапенко вместе с младшей сестрой с интересом изучает содержимое подарка. Яркий девичий ранец, наборы для рисования, красочный пенал и папки. Девочка с нетерпением ждет начала учебного года. Я хочу узнать много интересного, но пока что мы только учимся читать и писать. Подарки для своих будущих учеников получили и учебные заведения города. Многие школы Белгорода уже не первый год участвуют в акции «Доброе дело». Механизм прост. Из числа поданных заявлений на зачисление в первый класс педагоги отбирают малообеспеченные многодетные семьи. Очень рады, что есть такие неравнодушные люди, которые оказывают поддержку семьям. Так как для многих семей это очень значительная помощь, так как у них сложности финансовые. Собрать ребеночка в школу в наше время тяжело. Родители очень рады, что школа предлагает их в кандидаты. И школа рада, что у нас есть такая возможность хоть чем-то помочь родителям при помощи таких людей. Не остаются без внимания учреждения дополнительного образования клубы общественной организации. В этом году благотворительную помощь получил Центр развития и социализации детей «Южный», а также три клуба, которые работают с детьми по месту жительства. Получаем наборы игровые для детей, для подростков. И, в общем-то, дети всегда ждут этого с радостью. Они всегда рассматривают, что я приношу им потом после этой акции. Каждый год какие-то разные игры нам, конечно, учитывают. И наши пожелания, и пожелания детей. В общем, мы всегда довольны тем, что получаем. Акция «Доброе дело» в этом году проводится в 17-й раз. В этот раз к ней присоединились 19 предприятий и организаций города. Они помогли собрать в школу почти 70 детей. Инициатором и активным участником этого благотворительного проекта выступает депутат Государственной Думы Валерий Скруг. Я желаю всем крепкого здоровья, удачи, благополучия. И путь жизни во всех везет. Всего же за 17 лет проведения акции помощь получили более тысячи детей. Меценатами стали более 450 предприятий и предпринимателей. Традиционные итоги благотворительного марафона проводят в Белэкспоцентре в рамках выставки «Мир детства школа». Людмила Столярова, Евгений Северинов. К этому часу Белгород.